здравствуйте с вами марина ркалина значит вас ждет порция практических дачных советов присоединяйтесь сегодня работаем в теплице стандартная заправка грядки которая подойдет под выращивание любых культур первое с чего мы начинаем это выясняем кислотность если почва будет кислой то растений не смогут усвоить полноценное питание и ваш урожай будет невкусный он не доберет полезных веществ есть приборы для измерения кислотности и очень простые лакмусовые бумажки они продаются в садовых магазинах чем можно раскислить почву доломитовая мука безопасный продукт но в нем слишком много магния 40 процентов это плохо сказывается на развитии растений если используете доломитовую муку напоминаю напополам разбавляем мелом второй вариант это зала лучше всего зала подсолнечником но ни в коем случае не вносите залу в лунку вы и корни можете обжечь сделать грунт слишком щелочным и заблокируете питание залу желательно вносить по всей грядке а затем перекапывать еще вариант это известь но ее не любят томаты каждый год на своей грядке я вношу 100 грамм на квадратный метр здесь природный минерал натурального происхождения посмотрите на состав мы видим что здесь кальций 39 а магний 15 процентов вот это и есть идеальное соотношение для развития растений чтобы обеспечить свои овощи питанием буду выносить комплекс на органическое удобрение она специально предназначена именно для весеннего внесения потому что в нем много азота и фосфора в составе мука бобовых перьевая мука костный мука жмых рапсовый экстракт сахарный свеклы как его любят бактерии шелуха какао барда кукурузная барда пшеничный жмых подсолнечника и водоросли морские все компоненты в этом удобрении тщательно тестировались и подбиралась процентное соотношение то есть органическое удобрение сейчас уже приближенно подействую к удобрениям минеральным в нашу 100 грамм на квадратный метр если хотите сэкономить можно внести 50 грамм но это при условии если вы вносили на свои грядки биогумус компост я эти компоненты вносить не буду потому что в прошлом сезоне вносила их в большом количестве а вот вам очень рекомендую и кстати я еще добавляла на грядке конскую подстилку под огурцы можно много добавить а вот под томаты не более чем одно ведро на квадратный метр все это теперь нужно аккуратно без переворота пласта заделась в грунт я использовала кальций garden и удобрения весенние конечно же эта компания органик микс спрашивать в магазинах вашего города добро пожаловать на официальный сайт на грядке позади меня я планирую выращивать огурцы на рассаду я уже их сею огурцы у нас любит органику в любом виде поэтому и биогумус и компост все приветствуется что я использую в качестве органики каждый год на своих грядках это конская подстилка в которой большое количество опилок это отличная еда для бактерий свиной навоз ни в коем случае не используйте он закисляет почву в нем очень много вредных веществ чтобы максимальную пользу получить от конской подстилки лучше приобретать в мешках осенью и всю зиму промораживать внести конской подстилки под огурцы можно даже два ведра на 1 квадратный метр конская подстилка это конечно здорово но питание максимально будет там доступно через месяца полтора над ним должны поработать бактерии другие почвенные жители огурца для того чтобы они начали максимально быстро расти нужно питание доступное и еще раз вам напомню про продукт я говорила что буду использовать его на своих грядках потому что мы получили колоссальный результат в домашнем зимнем огороде на баклажанах это ферментированный продукт здесь ферментированный куриный помет здесь низинный торф циолит и сапропель все самое необходимое так как продукт ферментированный куриный помет уже не сможет обжечь корни растений и переизбытка питания не будет здесь все сбалансировано циолит это ацербент он будет удерживать вредные вещества поверьте на участке их немало особенно это полезно тем кто вносит минеральные удобрения там есть вредные вещества со звездной пылью как бы странно это не звучало к нам тоже попадают вредные вещества из атмосферы у нас вообще-то и самолеты летают и поливочная вода не всегда идеально мешок 5 литров рассчитан на полтора квадратных метра почвы нужно заделать конечно же и вот этот продукт также понадобится нам в течение сезона идеально подходит еще и для подкормки огурцов как я говорила конечно же заделываем грунт в теплице конечно же нужно обеззараживать делать мы в этом году будем это как всегда регулярно а еще было бы неплохо начать бороться с вредителями уже взяла я новую бутылочку для нового сезона здесь более 80 полезных штаммов микроорганизмов здесь есть гриб метаризиум который как раз и поселяется на теле вредителей и уничтожает их а еще здесь есть гуминовые вещества что тоже повышает плодородие почвы наливаю в лейку и смачиваю грунт макси плодородие и универсальное удобрение с мета резином заказать можно на маркетплейсах в строку поисков водите 5 сезонов самая теплая грядка в теплице находится конечно же посередине и именно здесь мы будем сеять первую зелень редис и капусту на рассаду под посев зелени редиса ни в коем случае мы с вами не должны выносить перегной конскую подстилку куриный помет потому что зелень наберет большое количество нитратов впрочем как редис потому что растут эти культуры очень очень быстро можно посеять вообще без заправки но если хотите получить более крупные и сочные корнеплоды питания добавить можно и питание нужно добавить комплексное и быстро а когда урожая зеленью мы с вами снимем то уже заправим грядку например здесь будут томаты и высадим рассаду редис и шпинат вырастут быстро буквально за 25 дней я буду использовать гранулы витамины для растений здесь есть и азот фосфор и калий и магний здесь есть микроэлементы и более 40 аминокислот эти аминокислоты максимально быстро загонят питание в наш первый урожай внести нужно немного буквально 50 грамм на один квадратный метр это приблизительно 2 небольших горсти грядка длиной около 3 метров шириной 50 сантиметров и нужно мне примерно 6 небольших горсточек питание здесь натуральное для меня например недопустимо выращивать свой урожай на минеральных удобрениях удобрение это также приготовлено методом глубокой ферментации то есть питательные вещества здесь максимально доступны и приготовлено из растительного сырья и сбалансировано по составу аминосил для овощей или универсальный классно для первого урожая спрашивать в магазинах вашего города и заказывайте на маркетплейсах в самом конце грядки и в самом начале я посею капусту на рассаду в мае с комом посажу на грядке капусту сейчас 7 на хранение и также 7 сорта ранний раннюю капусту можно выращивать на своем участке в несколько оборотов тогда вы всегда будете с урожаем все мы соскучились уже по редису и вы конечно знаете что есть много популярных самых простых недорогих сортов при посеве весной если мы успеем до жары в любом случае мы получим урожай но только не в теплице в теплице даже весной может быть слишком жарко и в теплице лучше посеять проверенные гибриды пусть они даже не самые дешевые а вот попроще сорта давайте оставим на открытый грунт традиционно я сею три проверенных гибрида это дуся мечта алисы и царевна их можно сеять в течение всего года даже при посеве в жару в июле гарантированно получим урожай ну при условии конечно хорошего полива и конечно я хочу посеять капусту пак чой хрустящие черешки а вот салат растет и укроп не очень быстро поэтому возможно имеет смысл посадить их под нетканый материал либо в открытый грунт а еще сегодня я посею шпинат если учесть что салат растет не быстро а зелень хочется получить конечно же побыстрее можно на зелень посеять пекинскую капусту сети пекинскую капусту не как на рассаду а погуще вырастет она моментально а вот пекинскую капусту для того чтобы высадить на грядке лучше посеять в отдельные стаканчики она не переносит повреждение корневой системы и при высадке может у вас уйти в цвет чтобы зелень и редис не мешали нам в итоге высадить основные культуры на эту грядку можно аккуратно посеять по краю за сети все свободные пространства и не забудьте запастись семенами огурцов для нового сезона выбирайте ранее партенокорпические гибриды сеять мы их будем в несколько оборотов за классными гибридами отправляемся в интернет-магазин семена партнер точка ру там много товаров для дачников я сделала свои первые посевы и конечно высаживать рассаду мы будем еще не скоро обязательно приобретите термометр для почвы с длинным щупом и показывает температуру на глубине около 15-20 сантиметров где как раз и будет корневая система пока почва не прогреется до 15 а лучше до 16-17 градусов высаживать рассаду не рекомендуется верхний же слой почвы уже достаточно прогрелся для того чтобы начали работать почвенные жители наши помощники грибы и бактерии еще немного и ближе к поверхности поднимутся черви из-за полезной микрофлоры конечно нужно начать ухаживать прежде всего почву ни в коем случае не должна оставаться сухой в сухой почве не идут процессы там не зарождается жизнь постарайтесь не использовать минеральные удобрения и другие химические средства для борьбы с болезнями и с вредителями это губит полезных помощников сезон можно считать открытым и два раза в месяц в обязательном порядке я буду вносить микробиологический препарат именно для оздоровления почвы с богатейшим составом здесь и бациллосубтилис целых два разных штамма здесь есть и полимиксы и азотофиксирующие фосфор калий мобилизирующие бактерии молочнокислые действительно богатейший состав тем более что сейчас ученые подбирают и грибы и бактерии которые могут жить работать вместе и при этом не подавлять деятельность друг другу а наоборот помогать сейчас прохладно микробиологические препараты могут храниться просто в домике либо в сарае потом я их поставлю обязательно в холодильник напомню перед применением обязательно стряхивая и еще во время первого применения я люблю вносить бактерии в двойной дозировки я использовала оздоровитель почвы и специального набора эко дачник для нового сезона спрашивайте в магазинах вашего города заказывайте на marketplace возвращаемся к заправке грядок вариант предлагаю вам эффективный но при этом экономичный состав здесь будет вам знакомый здесь рыбная мука косная кровяная жимых подсолнечником но здесь еще есть экстракт крапивы такое редко бывает в одобрениях а еще сюда уже положили полезные почвенные микроорганизмы то есть использовать дополнительно их не нужно азота здесь 6 фосфора 7 и калия 9 процентов микроэлементы здесь также имеются железо бор иметь цинк все необходимое экономичное заключается в том что для заправки одного квадратного метра нам понадобится от пяти до семи столовых ложек а в этой пачке 900 грамм но если к примеру вы какой-то органикой с осени уже заправили грядки и хотите еще больше сэкономить то вот такого полезного удобрения с бактериями в лунку понадобится внести всего лишь одну столовую ложку пройдет немного времени мы высадим огурцы они пойдут в рост и как бы мы хорошо с вами грядки не заправляли вы знаете что лишние порции органического питания огурцам точно не помешает и снова экономически выгодный вариант один стакан удобрения для бахчевых культур для кабачков для арбузов для огурцов мы настаиваем сутки в 10 литрах воды сюда уже дополнительно добавили водоросль ламинария здесь есть 17 аминокислот и 11 микроэлементов у нас получается 10 литров через сутки готового раствора для подкормки 3 литра мы должны вылить на один квадратный метр почвы то есть ведра хватит чтобы подкормить всю грядку куда я буду высаживать огурцы пачки 900 грамм не хватит на сезон всю зиму александр телегин рассказывал вам как важно давать питание растениям по листу маленькая пачка на весь сезон один раз в месяц мы наносим высоко эффективные удобрения которые сделаны из чистейших солей мертвого моря удобряши универсальная и для подкормки огурцов листория для овощей производители компании биокомплекс спрашивайте в магазинах вашего города и заказывайте на маркетплейсах если на улице температура плюс 4 градусов можно делать первую обработку садом часто ее называют промывкой и для этого используют средства на основе вазелинового масла вазелиновое масло образует на поверхности пленку и под ней погибают зимующие стадии вредителей белокрылка для клещи щитовка ложная щитовка и обработку нужно успеть сделать до распускания листочков пока не наступило устойчивое тепло и вредители не выбрались на поверхность в прошлом году к сожалению на абрикосе и на алыче у меня появилась щитовка бороться с этим вредителем сложно но при помощи данного средства вполне победить его возможно 500 миллилитров предназначена для приготовления 10 литров рабочего раствора и также можно взять препарат в меньшем объеме на упаковке прозрачная полоска и мерная шкала очень удобно если вы используете каждый год голубое опрыскивание то препарат меди сюда можно добавить чтобы не делать двойную работу обязательно надеваем платок маску перчатки а еще желательно бачки фитофтороз мельдью и мучнистая роса если эти серьезные заболевания есть на вашем участке справиться с ними не можете то конечно приходится применять для профилактики химические средства цимаксонил и хлорокис меди то есть в этом препарате два действующих вещества одно работает снаружи а другое внутри с приходом устойчивого тепла в первую очередь я обработаю виноград от мельдью препарат 30 плюс и купролюкс производитель зеленая аптека садовода спрашивайте в магазинах вашего города и заказывайте на маркетплейсах продолжаем выбирать современные препараты для обработки сата от болезни действительно медь лучше всего на данный момент справляется с самыми опасными заболеваниями и служит хорошей профилактикой но мы с вами должны понимать что медь это не самое полезное вещество и конечно она может накапливаться в урожае в почве особенно если использовать его слишком часто я снова буду вас убеждать использовать самые современные препараты у меня в руках именно такой препарат чем он отличается от обычного меди содержащего препарата препаративная форма эмульсии она лучше растекается по поверхности лучше удерживается не смывается дождями и за счет этого количества меди в данном современном препарате удалось снизить в два раза и при этом препарат остался такой же эффективный препарата можно обрабатывать растений при температуре от 0 до плюс 35 градусов препарат совместим с другими препаратами и его можно смело добавить в опрыскиватель где у меня есть уже вазелиновое масло следующий современный препарат с инновационной препаративной формы микро эмульсия который защищает от большинства болезни и также болезни опасно например различные плодовые гнили аидиум на винограде расширенный спектр фунгицидной активности достигается за счет двух компонентов действия данного препарата не снижают осадки и также этот препарат не вызывает повреждения листьев и плодов как бывает при использовании старых не современных препаратов два препарата индиго и мидея можно чередовать производитель щелково агрохим спрашивайте в магазинах вашего города заказывается на маркетплейсах частый вопрос чем обработать теплицу надежно если в ней были серьезные заболевания какие заболевания считаются серьезными например различные виды увядания бактериальный рак мучнистая роса конечно же наш любимый фитофтороз и различные вирусы тоже можно уже встретить в этом случае почву и теплицу нужно тщательно обработать водорастворимым комплексом йода этот препарат безопасен для нашего с вами здоровья он не накапливается в урожае при этом действительно проявляет хорошие дезинфицирующие свойства какие есть правила при его использовании первое чтобы приготовить рабочий раствор который действительно сработает нужно взять 100 миллилитров препарата и растворить в 10 литрах воды препарат растворяется довольно плохо особенно в холодной воде при низких температурах поэтому возьмите в воду теплую рабочий раствор не подлежит хранение используется нужно в течение 12 часов он не разрушает металлические части теплицы коррозии не будет ваш поликарбонат не помутнеет нанесенные при помощи опрыскивателя препарат можно не смывать чтобы препарат хорошо сработал почву предварительно увлажняем затем смачиваем рабочим раствором после того когда мы сделаем обработку тотальную теплицу нужно на пару дней закрыть потом открываем хорошо проветриваем почву обязательно нужно перекопать и вот через несколько дней уже можно что-то сеять и высаживать и обязательно после таких препаратов нужно выносить микро биологические препараты дышать йодом не полезно поэтому обязательно средства защита надеваем быстро делаем обработку и уходим на свежий воздух надежная дезинфекция фарма йод десяти процентный производитель фарм биомед спрашивайте в магазинах вашего города и заказывайте на маршрус на моем участке есть несколько кустов малины которые я связываю заворачиваю в нетканый материал пригибаю и фиксирую к шпалере укрывать большое количество кустов конечно трудоемко я это не делаю но я заметила что после такого укрытия урожай на малине просто шикарный малина действительно удобнее всего выращивать на шпалере здесь несколько рядов которым я могу привязать побеги но удобнее всего фиксировать побеги при помощи подвесчика все побеги после подвески я обрезаю на 10-15 сантиметров выше шпалера обрезка тоже способствует прибавке урожая если это не сделать то большая часть питания уходит на макушке а там не закладывается большой урожай большой урожай закладывается на пасынках на боковых побегах как раз которые максимально быстро растут после обрезки макушек не нужно переплачивать за садовые качественные гаджеты заходите на marketplace и в строку поиска вводите солнце сад и выбирайте на сегодня осталось сделать только посевы это будут бахчевые культуры которые мы с вами будем высаживать в теплицу бахчевые культуры не нужно торопиться высаживать в грядке потому что почва очень холодная мы не получим хорошего урожая вплоть до того что он даже на стадии развития наша рассада уже может погибнуть корневые гнили при низких температурах развиваются очень быстро и еще раз вам напомню если хотите получить быстрее урожай то можно посадить несколько экземпляров в ведра там почва будет теплой кабачки сия генри и мурзик мурзик более компактный соскучилась по патиссону с аним дилайт очень его люблю и нашла семена такого интересного на мой взгляд кабачка зелененький называется модена огурец гладкий марин посея и с пупырышками эстет бахчевые культуры к питанию требовательны пустой грунт им не нужен у них сразу растут довольно мощные корни поэтому здесь торф 20 процентов биокумус и 10 процентов перлита горшки у меня объемом 750 миллилитров и я добавлю 2 с горкой чайные ложки ионидного субстрата почему производители советуют добавлять одну либо две столовые ложки на 1 литр почвы грунта получается что они определиться не могут тут все просто с внесением этой добавки переборщить невозможно чем больше кладете тем круче будет результат чем мне нравится использование при посеве бахчевых дело в том что на этой добавке у рассады растет мощная корневая система рассада получается с высоким иммунитетом потому что в ее распоряжении всегда есть порция питания это важно добавка не обжигает корни это невозможно питанием из этих гранул не вымывается это тоже невозможно потому что извлечь его могут только корни растений и еще важно что эта добавка она не разлагается в грунте то есть процесс разложения гниения там нет поэтому патогена будет меньше использование ионидного субстрата не исключает использование микробиологических препаратов для обеззараживания грунта кубачки можно засыпать сверху грунтом на сантиметр-полтора огурчики 7 не так глубоко где-то на 7-8 миллиметров пациент для овощей добрый гений для ваших растений берем в новый сезон а